всем привет друзья итак продолжаю вас знакомить с аккумуляторным инструментом закос под макиту из китая у меня уже была на обзоре вот это болгарка аккумуляторная гайковерт аккумуляторный и даже дисковая пила аккумуляторная но сегодня у меня будет кромочный фрезер штука конечно не всем нужно как допустим болгарка или циркулярка но кромочный фрезер на аккумуляторе для узких специальностей очень я думаю интересная вещь мне в мастерскую так точно пригодится для моих самоделок на втором канале их всех смотрите а если вам интересно данная приблуда я приглашаю вас к просмотру данного ролика будет интересно посмотрим на что этот малыш способен погнали сначала быстро пробежимся по характеристикам фрезера и его комплектации а потом посмотрим его уже в деле с виду фрезер похож на инструмент известного бренда явный закос под макиту мощность у этого малыша 850 ватт по заявлению производителя двигатель у него бесщеточный который помещен в алюминиевый корпус скорость вращения шпинделя по заявлению опять же продавца 30 тысяч оборотов в минуту а диаметр цанги 6 35 миллиметра или 1 4 дюйма комплектация скромная приходит фрезер без аккумулятора прикол в том что минимальные фрезы которые продаются у нас не 6 35 миллиметра а 6 миллиметров такую я и купил но как видите зажать ее для работы не получается у нее ножка меньшего диаметра а заказывать постоянные из китая фрезы 6 35 миллиметра это не выход сейчас буду модернизировать так сказать модернизация заключается в том чтобы немного подпилить зажимную деталь не помню уже как она называется выполнив эти доработки напильником то есть ушам нормальную фрезу получилось хорошо зажать и теперь уже можно работать стандартными магазинными фрезами некоторые пользователи отмечают что пластиковая прозрачная площадка немного неровная и имеет совсем небольшую выпуклость буквально на миллиметр и я это тоже подтверждаю на видео вы все видите это вроде не критично конечно но лучше сделали качественно направляющая не скажу что хрупкая для такого малыша думаю нормальная толщина металла и крепится она с помощью болта все просто ну что давайте теперь перейдем к небольшим тестом с этой фрезой которую я купил углубление фрезой на 7 миллиметров тут уже без направляющей пошло так просто просто так пошло вот пас направляющей а это уже без направляющей вот так делаем не знаю вроде ровненько вроде круто и так снял я вот эту вот направляющую и хочу попробовать посмотреть насколько максимально может углубиться фреза сейчас у нас полтора сантиметра углубление тут нормально что она вырвала потому что тут такое дерево полтора сантиметра за один проход фрезер справляется максимальная глубина может быть это 2 и 7 миллиметра сейчас у нас почти два миллиметра глубиной мы сейчас будем фрезеровать посмотрим сможет он фрезернуть или нет до конца уже не дорезаю чтобы не вырвало дерево потому что дерево не идеальное и как видим почти два миллиметра глубиной фрезер фрезеру и справляется все нормально сейчас ставим максимальную глубину 2 и 7 миллиметра посмотрим справится ли фрезер или нет немножко ему уже тяжелее конечно и наверно все таки да нужно было брать не 25 не вернее 27 а 25 потому что будут сверху уже начал рвать сейчас сейчас все увидите еще один эксперимент это у нас дсп остатки дсп ну вот такая вот выборка я считаю что очень даже неплохо чистая особенно уже дальше я думаю нормально и и что я вам скажу малыш что неплохо казался конечно при в тех местах когда я углублялся на два с половиной сантиметра после проходки двигатель немножко такой тепленький потому что только сейчас это все делал в принципе если вы не поняли двигатель то бесщеточный у нас и что мне понравилось конечно это то что сама конструкция это на аккумуляторе а не сетевая что не нужно собой провода таскать что вот это вот шпиндель или как он называется после выключения быстро останавливается оп быстро останавливается и как бы мне понравилось еще то что уже по факту наши фрезы будут подходить тут не то чтобы понравилось после моей небольшой доработки фреза уже на 6 хорошо начало заживаться и можно нашими фрезами пользоваться потому что фрезы под 6 35 нужно заказывать в китае это китай это ждать долго короче геморрой а так по я подпелял поехал купил нормальную фрезу ставил и пользуешься то есть без проблем пишите обязательно в комментариях интересно было ли вам смотреть это видео вообще вам нужна такая вот такой вот подобный инструмент в быту в вашей работе ну вообще пишите любые замечания в комментарии потому что честно сказать я только начинаю пользоваться фрезером и этим и вообще это мой первый фрезер вообще фрезерами и на первый взгляд мне кажется ну нормальная штука у меня все получилось то что я хотел им сделать у меня все вышло и опять же мне очень нравится аккумуляторный инструмент весь аккумуляторный инструмент который у меня есть он им легче работать быстрее комфортнее не скажу конечно что именованный именитых брендов инструмент ну вернее скажу так что он будет лучше наверное по-любому но меня лично в моей небольшой мастерской даже этот китайский инструмент аккумуляторный устраивает полностью всем спасибо за просмотр дальше будет много чего интересного если интересны самоделки переходите на мой второй канал там очень много чего интересного мне так кажется и пока скоро увидимся